Недавно наткнулся в интернете вот на такого вот персонажа, Андрей Смирнов. Предлагает он теорию всего. Пространство, время и материя как эмерджентное явление. Доклад вот он делает. В докладе предложена радикальная детерминистическая некалибровочная теория эмерджентного пространства времени и материи. В этой теории предполагается, что пространство, время и материя являются эмерджентными свойствами более фундаментальной сущности. Показано, какими свойствами должна обладать эта более фундаментальная сущность и так далее. Но то, что она детерминистическая и некалибровочная, уже понятно, что она неверная. Можно посмотреть видеозаписи, презентацию. Сайт есть у этого персонажа, ученого, гениального. С 15-го года он теорией этой занимается. 3 января 15-го года. По-английски он даже начинал писать. Вот, например, можно посмотреть первые его наброски в Варде. Что же это за теория всего Андрея Смирнова? Вот такая вот теория всего. Без единой формулы. Какие-то полуфилософские рассуждения. И оказывается, это физическая теория всего, он предлагает. И гравитация здесь есть. И квантовая механика. И что-то там про прошлое. Поляризация света около черной дыры. Метавселенная. И появляющаяся реальность. Космология. Ну, прям все области современной физики он описал этой своей теорией всего. Наша реальность. Великое объединение. Большой взрыв. Но нет такого аспекта современной физики, который бы не вывел Андрей Смирнов из своей теории всего. Три ссылочки на работы Хокинга и еще там Неймана. Активно он на всяких форумах участвует. Вот на русском его статью можно посмотреть. 40 страниц. Без единой формулы. Теория всего физическая. Доклады его, видео в интернете есть. Можно посмотреть. По презентации его вот так вот выглядит. В интернете она тоже есть. Можно скачать. Без единой формулы. Зато все он вывел. И свойства наблюдаемых физических явлений. Свойства более фундаментальной сущности. Нет времени, нет материи. Нет наблюдаемого пространства. Все классно. Мне самое удивительное, что этот Андрей Смирнов действительно верит, что он изобрел что-то кардинально новое. Он теорию всего придумал. Но почему его никто не признает? Почему его теорию отказывается публиковать? Вот он форумы всякие темы открывает. Покритикуйте мою теорию всего. Почему меня никто не хочет публиковать? И кто-то ради шутки, видимо, сказал, нужно послать в солидный журнал типа Nature. И что самое удивительное, он послал статью в журнал Nature. Вот он пишет. Я послал статью в два журнала, два отказа. В Nature отказали за 30 секунд. Ну действительно, вот он скрин приводит. Манускрипт Under Consideration 6.29.55, Decision Sentosa 6.30. 30 секунд действительно понадобился редактором, чтобы понять, что это полный трэш. Он, конечно, недоволен. Как так? 30 секунд. Ну, по-моему, 30 секунд это слишком много. И 10 секунд, по-моему, было бы достаточно, чтобы понять, что это полный трэш. Но он 3 года уже старается опубликовать свои статьи. Единственное, куда он мог закинуть это в Виксера. Сайт, который всякий псевдонаучный трэш публикует. Сайт публикует статьи, которые даже архив отказывается публиковать. Вот у него последняя версия. 2019 год, март. До сих пор человек старается. Посмотрим его последнюю версию этой работы. Аксиматическая, детерминистическая теория физики, основанная на едином унифицированном поле. Ладно, я не буду критиковать по существу, потому что, как я сказал, существа-то здесь нет. Видимо, ему в рецензиях везде говорят «добавь формулы». Он попытался добавить формулы. Функция равна какой-то другой функции. Антропный принцип добавил. Ко Зайлице, причинно-следственные связи, симметрии добавил. По абзацу. Ой, даже несколько формулок наставлял. Функция равна какой-то другой функции. Даже уравнение Шрёдингера, которое выводится из оператора эволюции. Может, в моей лекции подсмотрел. Элементарные частицы. Сравните вот эту вот статью и статью какого-нибудь действительно учёного. Хуана Малдесина, например. Сравните. Вот 50 страниц действительно учёного, которые вот такую вот математику приводят. Посмотрите на соотношение математики и текста. Разница видна невооружённым глазом. Статью Смирнова и вот эта вот статья действительно учёного. Ну, я неудивлён, что Нэйч и все другие журналы отвергают эту публикацию. Вот отзыв рецензента он здесь прислал. Статья посвящена изложению универсальной физической теории, фактически теории всего, основанной, как утверждается, автором на динамике скалярного поля. Стиль изложения данной работы преимущественно философский. Автор в большинстве случаев вместо строгой аксиоматики ограничивается достаточно размытыми словесными формулировками. Да-да-да, я согласен, я согласен. Мне просто обидно. Приходится нормальным рецензентам и редакторам тратить своё время на написание рецензии, на такой вот трэш. Заявленные автором результаты по выводу соотношений механики-электродинамики 100 АТО по существу так и остаются на уровне декларации. Автор в конечном счёте либо просто постулирует необходимые свойства, либо просто избегает явного вывода. Не приведено явного вывода ни уравнения Максвелла, ни Дерака, ни Эйнштейна. Да-да, я всё полностью согласен. И этот Смирнов пытается в каких-то престижных журналах опубликоваться. В Nature. Гравитейшн энд космологи. И он не понимает, честно не понимает, почему его статьи не принимают, почему везде отказы. Ну, по-моему, это психическая какая-то уже проблема. И авторов-то таких не один Смирнов, их сотни и тысячи. Вот, если посмотреть, какие-то обсуждения у них идут с такими же гениальными учёными. Почему за квант времени нельзя взять планковскую ячейку, внутри планковской ячейки, если вообще уместно слово «внутри» не должно быть никаких движений. Какие-то у них обсуждения между двумя этими гениальными учёными идут. Ну, такие гениальные учёные, они везде. Можно вот в моё видео по реальности волновой функции открыть и встретить таких же гениальных непризнанных учёных. Вот, например, один Владимир Мазевич говорит, что существование молекул опровергает квантовую механику. Атомы связываются в молекулы парами электронов, но электронно-частица не может связать два атома. Два атома могут быть связаны только некой размазанной в пространстве структурой. Эти структуры взаимодействуют между собой. Например, про столкновение молекул. Существование молекул, оказывается, опровергает то, что в объективной реальности не существует, то, что все постулаты квантовой механики это опровергает. Но ничего, то, что квантовая механика, она вообще-то объясняет всю химию, всю таблицу Менделеева, все химические связи, эквивалентные и другие. С существованием молекул она объясняет. Нет, это ничего. Я вот думаю, что существование молекулы, это наоборот, этот факт опровергается квантовую механику и все ее выводы, то, что объективной реальности не существует. Вот, философская проблема подменяется в физической. Все, что придумали математики или физики, может остаться как реальным, так и... Ладно, не хочу я тратить время на этих гениальных ученых, которые свои теории всего предлагают и опровергают квантовую механику. Но вы что, правда, думаете, что ученые, они в каком-то заговоре участвуют? То, что на самом деле мир классический, а не настаивают на том, что объективной реальности не существует. Да это же факт, это следствие квантовой механики, которая из экспериментов вытекает. Что непонятного-то? Нильсбор сам изначально предложил классическую модель планетарную, где электроны – это типа шарик, который вращается по орбитам вокруг ядра. Он проанализировал атом водорода и даже какие-то результаты совпали с экспериментом. Но потом более точные эксперименты для водорода и для других атомов показали, что нет, такая теория, она не соответствует действительности. Квантовой механике пришли люди не просто так из философских соображений, а из результатов экспериментов. И у Нильса Бора хватило интеллекта, чтобы признать, что да, моя теория, моя модель, она не отражает реальность. Нельзя предполагать, что электроны – это частицы, движущиеся по траекториям. Нельзя предполагать, что функция, волновая функция, это объективность, существующая функция, типа какого-то электромагнитного поля. Это всё результаты экспериментов. Нельзя Бор был бы рад, если бы мир оказался классическим, но он квантовый, он без объективной реальности. Деброль свою теорию волны пилота выдвинул тоже в попытке объяснить эксперименты с точки зрения классической физики. Но потом даже Деброль признал, что его теория не объясняет все экспериментальные явления, она не верна, а Гейзенберг, Дерак и впоследствии Нильсбор, они правы. Даже Деброль, автор волны пилота Деброль бомает, осознал, у него хватило интеллекта. У вас же не хватает интеллекта признать таких элементарнейших фактов. Вы хотите вернуть назад эфир, сделать теорию всего на основе каких-то философских умозаключений, без единой формулы, и такие люди реально думают, что они гении по типу Эйнштейна, что не надо изучать квантовую механику, квантовую теорию поля, теорию струн, достаточно просто поразмышлять и свою теорию придумать, которая будет объяснять все на свете. И большой взрыв, и черные дыры, и все проблемы физики, почему материи больше, чем антиматерии, на основе обычной детерминистической, не квантовой и даже не калибровочной теории. Но вы понимаете, что такое невозможно. Да, Эйнштейн, он не был доктором наук физико-математических, когда специальную теорию относительности придумал, но он знал текущее состояние дел в своей области, он знал уравнение Максвелла и знал, что уравнение Максвелла предсказывает, что скорость света не зависит от скорости движения системы отчета. Он знал всю физику его времени. Но вы-то не знаете современную физику, а физика-то с того времени более чем на сто лет уже продвинулась. Эйнштейну пришлось выучить математику, чтобы общую теорию относительности создать. Римманову геометрию, тензорный анализ, ему все это пришлось выучить. Вы же не хотите выучить какую-то элементарную квантовую механику, не говоря уже о калибровочных теориях поля, квантовых теориях поля, теории струн. Вы не хотите ничего этого учить и говорить, что это не надо, я сам, я сам все без этой вашей квантовой механики придумаю. И они искренне не понимают, почему их теории не публикуются в журнале Нечи или в каких-то других рецензируемых журналах. Но зато вот эта статья, она на сайте МГУ оказалась. МГУ, в отличие от Нечи у нас, публикуют, по крайней мере заслушивают такие доклады непризнанных ученых.